всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня в гостях очередной раз максим всем привет нам нужно придумать тебе какую-то это водную штуку которую ты мог бы говорить сегодня мое лицо решилась девственности отлично в общем мое уже не девственное и также я заставила максима снять любой мейкап на его прекрасном лице и вот показаться вам собственно как есть с целью какой цель у нас сегодня одна мы сегодня будем бороться с неугомонно подступающий к нам старостью и будем тестировать маски но я была бы не я если бы я решила тестировать обычные маски оббегала все магазины санкт-петербурга обшарила все интернет-магазины нашла на мой взгляд самые странные убогие маски которые я бы не купила в жизни никогда наверное вот прям всерьез а для нашего видеоролика я подумала почему бы и нет на самом деле может быть вот я смотрю на маску кажется она мне какой-то жуткой а на самом деле она вот прямо кажется какой-то мега супер крутой спасительное и сделать моим лицом что-то невероятное вот поэтому у нас сегодня есть целый набор вот таких вот штук разных всяких включая вот эту я вообще не понимаю что это такое да и будем мы собственно с максом сегодня тестировать эти мега странные маски которые не только некоторые из них странные но еще и очень дорогие на мой взгляд вот и будем давать вам свой какой-то отчет того что же у нас вышло ну а по лицу вы уже увидите помогло нам али нет шик и блеск нас зашкаливает то в рамках этого видео я думаю что нужно нам смотреться немножко более придурочно поэтому я подготовилась и купила с тобой такие штуки ну да а мне прямо черно-белая я кстати да сегодня снова бил это моя униформа беременной женщины потому что ничто другое на меня уже не наладит извините а если наконец-то не в черном ну чё красиво я вообще я уверен что я просто как принча песса не знаю вот так лучше с ушами круче нет я не буду совсем уже до конца позориться я буду смысле позориться но я имею ввиду может быть лучше мой вид вообще за вашей день извини приступаем к маскам что же это за маска значит фирма у нас так мира клиник нет макс клиник кстати я пользовалась обычными обычными масками от этой фирмы ну имеется ввиду тканевыми они оказались очень даже ничего хотя ничего не слышу поэтому ты ори погромче если ты ко мне обращаешься так комплект у нас из двух масок давай откроем и посмотрим сразу что тут есть так первое это ампула которая будет очевидно увлажнять вот так вот она выглядит так это верхняя и нижняя часть типа слушай я так я предполагаю что тут две какие-то части я не знаю сейчас будем читать гипсовая маска да ну вот это классная штука вторая часть собственно вот это гипсовая часть смотрите вот такая вот которую нужно нанести на линию подбородка для того чтобы вот это вот все оно пошло обратно наверх так значит так давай быстро читать что делать надо так значит так первый комплект тканевая маска она укрепит наш овал лица способствует дренажу мягких тканей лица уменьшает отечность активизирует обменные процессы так короче регенерация в общем старения не будет у тебя мне очень надо разглаживает морщины это надо мне выравнивает цвет и тон кожи повышает упругость и тон собственно той же самой кожи так применением значит так нижнюю так верхнюю нижнюю части ткани на лице давай распространяем это на лицо потом дальше будем считать так значит вот мы раскрыли упаковку здесь у нас две части маски на ощупь да будем наносить ну что делать слушай я когда я когда вот эти маски наношу на лицо то я всегда чувствую себя очень неуверенно как будто бы компрометируется мой уровень айкью вот у меня всегда проблема я не могу понять какой стороной маску наносить любой но есть же такие где у тебя изнутри какая-то пленка снаружи бумага и ты хрен поймешь золотые например если это пленка то она должна быть сверху всегда она не дает испаряться той влаги которая есть на маске ну в общем или если фольгированная точно также нет фольгированная то я понимаю но все остальное для меня все раз загадка потому что они все снимаются целлофанки то и я никогда не понимаю слушайте ну а пока мне кажется это обычная маска ну ладно это просто гипс еще нет все теперь мы не просто люди теперь мы супергерои так подожди это мой город а это вот это куда загинается сюда на шее слушай есть такие маски называется бренд левитасьон по моему он продается в ашане ты хочешь сказать что в ашане можно маску купить да это лучшая маска в моей жизни который я пробовал серьезно знаешь сколько стоит но я думаю 3 рубля 72 рубля знаешь чем она еще прекрасно чем у нее вот здесь вот эта штука продолжается такой биркой на ухо и вот это значит ваш я здесь до уха и вот здесь за ухо а за уши у нас вот за уши сегодня и будет так подожди просто чудесно у меня отваливается точно не хватает дырочек для ушей моя старая кожа не держит ладно короче как пойдет мне кажется это предполагает то что надо прилечь так далее значит так первое укрепили расположите верхнюю и нижнюю часть на лице расположите гипсовую маску поверх ткань тканевой вот все это все эти колотить давай располагай поэтому она не держится тебе гипсовая маска я просто нуждите гипсово придать суши это прям а тут тоже нет ушей в общем это маня но она воняет просто жесть гипсом реальным но подожди зато мы будем с тобой не ставлю весна уже сколько тебе лет я просто хочу сравнить результат 28 мне чуть-чуть до 30 не хватает тебе чуть чуть позже мне чуть чуть не хватает до 40 я не могу гипс надеть знаешь что мне муж сказал он мне говорит значит так когда нам будет сейчас наш сын родиться когда нам будет 40 он будет нас содержать я говорю а ты в курсе что нам 40 через 5 лет так некогда объяснять пора у тебя сынок свои планы у нас там свои будет ладно догоню я мне 34 но все равно я всем говорю что мне приятно года до 30 короче неприятно так вот я гипс свой наложила так ты придави его чушь ты его погоди я пытаюсь понять на ощупь где-то в лицо у меня так зеркало поставь я просто надеюсь что сейчас этот гипс он он промахнет и схватится давай гипс не подводи у нас у тебя большие надежды там как бы написано 40 60 минут до полного затвердевания вы так сейчас чуть-чуть посидите тихо мне в рот попадает щеки поприкладываю подожди так как плацебо руки делать больше чем маска реально мне надо отвалилась так я понимаю что ржать нельзя все давай не ржем давай серьезно нам нужно проверить эту маску протестировать у нас вообще-то здесь знаете жизнь ну реально потому что когда вы заплатите тыщенку другую за эту маску угу то вы будете вот так вот а у вас все отваливается вообще-то матери молодость не наступает мне кажется нужно откинуть голову тут а ты уже откинул я не понимаю я что там гипсирую усы все короче ребята ну я так понимаю что у нас вот это дело вот так и будет идти в общем мы вернемся к вам через 40 минут я попробую разобраться что тут с этим мы попробуем полежать на полу и через 40 минут вы увидите результат так что давайте до встречи не знаю кто это придет отмолилась но это отстой в общем прошло 40 минут реально мы старались как могли но у нас ни хрена не вышло ребят потратили зря потратили время короче гипсовая маска она в общем это единственный результат который я добилась я индюк короче ребят производители ну как бы вы все пробовали сами это сделать нет я конечно понимаю что может они предполагали что мы с этой маской будем три дня лежать и не ржать и не шевелиться но так не получается никогда поэтому уж извините ладно мы значит должны двигаться дальше и пробовать следующую маску тебе я добыла вот такую вот маску ОМГ ЗОДОРА 3 степа у тебя будет 4 степа держи в общем ты сможешь сейчас с ней развлекаться а я для себя купила доктор джарт вот такую вот маску альгинатную маску я в общем с доктором джартом вообще никогда нигде не дружу особенно с его этими масками которые тоже тысячу с копейками мне кажется нужно протереть гипс лица да ну собственно мне тоже в общем его вот эти маски которые также стоят больше тысячи рублей я их вообще не поняла потому что каждый раз когда я их покупаю они какие то во первых они все рваные с дырками и разваливаются во вторых эффекта я от них не вижу никакого следовательно я с доктором джартом вообще не дружу но решила вот коктейльчик так сказать испробовать так что же у нас тут получается здесь у меня такой крипи чувачок с штукой во рту да так что мне нужно делать здесь у меня две составляющие дабл транс бустер окей и еще шейкинг раббер хайдра шот значит мне по-моему нужно это все дело смешать правильно правильно первый второй шейк и наносить отлично это мы и сделаем кстати мы когда с тобой увлеклись масками у меня сегодня есть два важных момента которые я должна сказать первое это объявление касательно моего канала об этом позже второе это результаты зрительского голосования у меня наших с тобой видеороликов моя мега аудитория оставила нам комментарии и сообщила по их мнению кто победил в нашей с тобой битве визажа соответственно мне нужно объявить победителем но это объявим когда нанесем очередную супер маску что у тебя там у меня здесь четыре шага они как бы знаете есть не думают они о людях у которых нет времени типа четыре шага ну ладно у меня здесь есть целые патчи и у меня типа дизонирование знаете это сейчас модно мультимаскинг а ну то есть поэтому разные цвета да 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 супер от жира от супер жира и от жирного супер жира а у тебя какой жир у меня такой средний жир так значит я наношу сначала патчи от отеков и тянут ой это мне очень надо я отекаю как раз таки так я себя успокаиваю что то просто и просто тякаю так а я тут давлю давлю выдавливаю ну в общем очень похожая консистенция на ту же маску вот которая моя вся прям нелюбимая с этим вот таким жадским лицом на упаковке так сейчас я помешаю так в общем наноси давай уже может быть это сверху чтобы там не испарялось там что такого не написано может оно было было сверху но просто пока я там что-то там колобряжил оно будет сдаминалось в общем знаете сидит хорошо не отклеивается это уже мне нравится это обычно патчи просто скатываются вот здесь это правда да есть такое дело пока вроде пока держится боже вот я уже хороший так говорят что надо закрыть и трясти как думаешь я буду вся в маске если это трясти можно все в гипсе что бы нам и в маске не хорошо так ой тут написано немедленно приступайте к шагу 2 я сижу жду так степ 2 что тут нарисовано эта часть ага так ну что я потрясла я наношу что у тебя там ты потрясена я потрясена или маска потрясена у меня здесь короче там я не знаю что происходит ну ладно ой короче маска нормально потрясена глина пошла глина пошла в ход кстати я не прочитала что она мне делает но сейчас я почитаю ненавижу эти лопаты и я тоже мне с ними блин неудобно я буду как обычно руками придумывает ты больше снимаешь мне кажется чем наносишь еще и лицо шкрябывает да просто там шкрябаешь непонятно чего так ладно чтобы добраться до нее все таки мне нужна эта лопата так делаем вот так вот и наносим ощущения так себе скажу особенно ну ладно будем надеяться что что-то да хорошее она делает сейчас про это почитаю так я нанесла сейчас я проверю значит так что она должна мне сделать так маска олигенантная увлажнение и свежесть как ты сказал свежое слава богу да свежое слава богу свежое слава богу значит так я должна быть свежа и увлажнена супер сижу 10-15 покажись я прям мне кажется хорош это что-то что-то типа контуринга я бы тебе сказала такой легкий контуринг такой незаметный знаете сузить чуть-чуть нос и затонировать личико да подтонировать лицо просто персиковый оттенок это то все чего хотят шик ремонтов двухтысячных годов красный шпаклюем в общем сидим 15-20 минут так ну что я подсохла я тоже ты очевидно тоже подсохла подсыхай я правда не понимаю как мне вот это дело снимать мне кажется я могу и так снять ну да а тебе надо смываться да так ну что ж мы смылись как твои ощущения после твоей мультифункциональной мультизоновой маски в принципе мне нравятся ощущения и кожа стала более гладенькая и мне кажется что она правда стала чище патчи мне особо ничего не сделали но я вообще не очень верю в патчи потому что в принципе все что припухлость как была так и осталось и вот эти у меня заломы которые были они в общем то так и остались так что в целом зачет маски отлично ну моя тоже вроде бы удивительно насколько бы я ненавидела бы этот доктор джарт несчастный вроде бы неплохо и как-то легко она сошла здесь что-то еще у меня осталось ну да ладно в целях эксперимента я думаю и по сравнению с первой маской это было неплохо пока мак кстати наносит свой крем четвертый этап я хочу рассказать об этой маске джейд если помните не знаю кто помнит кто не помнит я как-то распаковывала одну из своих коробок красоты и вот здесь вот была замечательная в одной коробке маска которая вообще обещала мне ароматерапию кожи кожную терапию что это такое я не поняла цветовую хромотерапию но хромотерапия это терапия цвета самая распространенная история которую в которой она используется это спа ну либо джакузи либо спа когда у себя меняется цвет ну грубо говоря красненький включишь станешь ты там энергичным быком включишь тебе синенький синенький будешь собака сутулая сутулая собака успокоенная такая в общем и тут вот этот зеленый цвет камня и я подумала господи сейчас у меня же будет хромотерапия сейчас я прямо буду в каком-то нереальном космосе и тут я открываю в общем-то я решила перед этими масками еще нанести до этого хромотерапию достаю а у меня тут вот такая хромотерапия в общем вот такого бледного цвета тканевая масочка лист капусты какой-то лист капусты и я на самом деле не поняла откуда я должна хромотерапию то получать на упаковку пялиться или где она да поставила перед собой сидишь и смотришь и думаешь что будет в общем ожидание реальность вообще не зачет реальное ожидание реальность не зачет джейд маски досвидули опять меня расстроило ну что крем ты нанес да значит так старость наша сейчас мы тебя побьем окончательно значит у меня еще есть 2 2 варианта что мы будем наносить на глаза хорошо значит так тут уже такие не самая новинка но типа эти животные штуки кем ты будешь тигром или куалой куалой ну на я буду тигрицей ну потому что я конечно же я куала мне кажется эта маска рада тебя видеть тигрица улетела короче разлетелась рада ладно так что animal animal tiger антивринкл у меня у тебя что там так а у меня hydrating shit mask у меня увлажняющая у тебя на самом деле у тебя же под глазами wrinkle может тебе надо было против wrinkle бороться не хочешь тигру да с удовольствием у меня что тоже извините побольше твоего будет короче она меня тоже увлажняет питает разглаживает морщины возвращает кожу сияние гладкость и упругость содержит кокосовую воду экстракт примулы вечерний ягоды годжи ягоды годжи это хорошо что такое примула вечерний примула вечерний это такой компонент который делает тебя супер красивый молодой ух наконец-то я его нашла в общем 10-20 минут у меня между прочим тоже кокосовая вода да примула у тебя есть? нет у меня экстракт морских водородов слушай ну это опять из серии ожидания и вот почему на упаковке вот такой оранжевый тигр а тут у меня бледный какой-то этот опять собака сутулой сутулый какой-то этот сбледнулась так скажем сбледнулась не буду я выражаться а то у нас возможно смотрят дети ну ладно тигр давай а я на свою куалу в общем великолепие какое-то вот я буду тигр значит так вот это усишки что? усишки у меня у меня прям слушай это как шлем беременной то есть если у тебя пигментация выскочила по периметру лица то можно ножить мозг и все нормально да и ты тигра так и надо просто тигра некогда объяснять короче как я обещала в самом начале у меня есть два мега объявления первое касательно нашего с тобой состязания прискорбно мне конечно было унизили меня по полной моя обширная аудитория из целых троих человек проголосовали и сказали что у тебя посвежее это вышло да ты что? да им понравилась больше твоя сторона ничего себе сказали у Максима посвежее а кстати что же я выдумываю то? я сейчас почитаю то есть мне можно не увольняться да с работы? очевидно нет не искать новую работу не все потеряно в общем смотри сейчас я тебе зачитаю что же девочки мои дорогие сказали классные выпуски с Максимом твоя сторона мало чем отличается но сторона Максима выглядит будто свежее и легче дальше Максима сторона лучше Дация мне кажется у тебя у визажиста получилось все отлично можно отметить что со стороны визажиста брови четче прорисованы так еще в общем потерпела я позорный проигрыш поэтому я решила о тебе позаботиться и подумала что нужно собственно нам какой-то приз в конкурсе там я думала ты отыграться нет я вспомнила наш с тобой разговор про Транцушичью историю о том что как бы это ну что бы контуринг там правильно и хорошо носить поэтому как подарок тебе дарю в маске ну тут я наляпала это тебе палетка контуринга от Анастасии Беверли Хиллс ого чтобы Транцушечка моно тебя приняла в свои ряды это что за роскошь бутиков спасибо большое вот так немножко этой глины дома еще доделаю маска да в общем я подумала что для твоей профессиональной деятельности это подойдет прям супер-пупер и сможешь ты себя рисовать ооо все забудьте старого Максимку встречать Максимку Транцушку спасибо вы меня прям порадовали а меня никто не порадовал я проиграла черт даже что-то пока не радует ну ладно так и второе мое объявление оно касается работы моего канала так как в общем женщина я беременная уставшая слава богу ты сказала я думаю что происходит вот происходит соответственно пока мы тут под шумок масок и вроде бы так отвлечены хочу объявить новый график работы в силу того что я правда очень уставшая от своей беременности через недельку мы с мужем отправляемся уже в Ригу и там я останусь до родов и больше вы меня здесь до апреля какого-то там не увидите в общем поэтому хочу объявить о том что впредь начиная с этой недели у нас будет три выпуска в неделю к сожалению не четыре но три как бы прискорбно мне не было принимать это важное решение вот потому что ну в общем старушка ваша разваливается сил у меня нет и буду работать я над тремя выпусками в неделю тоже неплохо ну неплохо да вроде как мне нравится поэтому будем с вами встречаться в понедельник в среду и в пятницу просто поменьше будет меня в вашей жизни сидим мы 15-20 минут и к вам возвращаемся уже со всем новым новым лицом мы с Максимом сняли наши коалы и и тигров ну не знаю у меня лицо очень липкое и у меня да ну в общем липкость это ну это нормальная история от масок я думаю но после предыдущей могу сказать что было лучше ощущение если вам до 25 лет она вам что-то сделает ну вот знаешь от этого супер питания увлажнение я вообще не чувствую а я не стал от этого вечернего что там было красавицей нет нет окей извините ничем не изменилось хорошо у нас последние маски на мой взгляд после первой гипсовой маски это наверное может занять теперь уже второе место по придуршности потому что изначально когда я покупала эти маски вот это мне казалось самая придуршная маска на свете более более уродской маски я в жизни своей не видела держи вот что же это такое это паровая маска для глаз я вообще не понимаю что это такое сделано в Японии значит так здесь аромат лаванды и шалфея релакс инновация из Японии для ваших глаз в общем я не понимаю что это такое не пользовалась этими масками никогда в принципе я очень не люблю пользоваться масками которые мне что-то закрывают либо либо мой этот возможность лицезреть мир либо либо рот потому что обычно я хочу либо кушать либо что-то смотреть во время того я наношу маску поэтому непонятно когда и где ей пользоваться но в общем хотела бы ты чтобы что-то было за ушами вот тебе пожалуйста тут она вот таким вот образом лепится за уши я знаю эту маску ну да расскажи мне тогда раз ты знаешь так что тут извини я быстро посмотрю что-то по времени все на каком-то китайском она короче ты ее наносишь она как только разогревается она еще разогревается? да тебе нужно ее быстро надеть она при соприкосновении с воздухом с кислородом начнет нагреваться сама и набухать и давить тебе немножечко на веки это очень расслабляет и и ты потом спишь как младенец очень одевай одевай не хочу я боюсь в смысле? я проверяю нагревается ли она это лучшее что ты слушайте она реально нагревается она шикарная я ее обожаю на самом деле серьезно? просто она реально нагревается для меня это тоже средство когда вы очень сильно устали прокладка на глазах реально вот чтобы вы понимали вот выглядит она так вот эта прокладка реальная прокладка на глаза какой-то carefree прям сейчас мы будем здесь просто подожди короче все немножечко забудьте про меня потому что мне это просто а по времени она начнет остывать и можно снимать так это сколько сидеть там? она быстро 10-15 минут тоже и все так ну ты мне скажи глаза закрыты должны быть? да конечно она не прилегает к коже она у тебя будет набухать и начнет прилегать господи у меня какие-то у меня клаустрофобия начинается когда мне что-то обухает на глазах ой как мне нравится мне кажется он и на эту маску работает и свой процент получает да 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 этот подлый менеджер да ладно расскажи мне какой-нибудь анекдот пока мы тут сидим без понтовок у меня всю жизнь как анекдот сплошный ну тогда рассказывай историю со своей жизнью историю жизни самую забавную и интересную истории из работы визажиста давай мои любимые супер давай однажды вот на самом деле есть такое распространенное мнение оно наверное имеет место быть что когда визажист молодой человек то к нему более лояльно относятся почему? ну как-то женщины любят когда они к молодому человеку приходят может быть не чувствуют конкуренции или еще что-то не знаю я очень сильно ощущаю конкуренцию с тобой вот это приятно так и что? вот и ну как-то женщины любят к молодым людям визажистам ходить но бывает абсолютно обратная история была у меня одна такая женщина которая пришла и когда узнала что визажистом буду я она такая сказала что вот прям вот вы меня будете красить я говорю да он говорит вы еще и учились где-то наверное я говорю ну конечно было дело да было дело она такая ну очень странно и потом пока я ее красил она с таким недоверием смотрела на меня просто в упор ей вообще было плевать что я там крашу она просто посмотрела на мое лицо и когда уже наш макияж подходил к концу ее видимо волновал единственный вопрос она меня спросила а ваши родители знают чем вы занимаетесь? ты серьезно? да честно у меня этот вопрос ступор потому что ввел мне кажется что если бы я занимался проституцией я бы не так это волновало что в чем визаж да? в чем визажист слушай это интересно а как у нас вообще в Питере вот я смотрю в ютубе всяких разных бити гуру блогеров и так далее и на самом деле очень популярны ребята по мейкапу и даже если посмотреть вот тех ребят у которых наиболее большая платформа уже подписчиков там в миллионах они перебивают там всех не знаю каких-то супер блогеров типа Кейси Найстета то есть там какой-то там Джеймс Чарльз у него 14 миллионов это молодой парень который всего за два года построил вот свою эту ютуб аудиторию и который в принципе начал то собственно и заниматься мейкапом года там ну уже сейчас три наверное назад или там не знаю кто у нас там еще Джеффри Стар там Патрик Стар ну и другие визажисты которые в общем мальчики а как у нас в Питере с этим делом стоит у нас много визажистов мужчин визажисты есть их немного но они есть я встречаю их периодически но у нас сама понимаешь такая страна что это до сих пор воспринимается предвзято да? предвзято в штыки вот задаются вот такие вопросы в частности что типа вообще слушай ну это просто не тактично да я тоже считаю что это не тактично но к сожалению мы с этим сталкиваемся периодически но вот если говорить например про наших блогеров молодых людей у нас тоже есть достаточно популярный тот же Андрей Петров например но мне кажется это те люди которые начинали с какой-то фриковости то есть это должно быть что-то такое отталкивающее привлекающее когда ты хочешь смотреть просто насколько это крипово фриково и так далее и потом они уже постепенно уходят от этого образа и начинают просто обозревать какую-то косметику блоги и так далее то есть просто сидеть и краситься как я это периодически делаю это не заходит вообще не интересно людям не очень ну что-то может быть интересное у нас ждут чего-то эдакого что-то на чем можно либо посмеяться либо пообсуждать это должно быть что-то что вызывает резонанс какой-то ну в общем нужен интертеймент людям да то есть ты должен их развлекать да вот а как тебе кажется вот мы в таком виде людей развлекаем сейчас когда мы так серьезно с тобой рассуждаем мне кажется мы выглядим как два придурка я чувствую себя стрекозой а я еще капюшон надела для усиления для усиления в общем-то своего образа я надела еще капюшон ну должна признать что она действительно имеет вот очень такой хороший запах лаванды который в принципе сильно расслабляет и она правда реально горячая и греет глаза я правда не уверена что она что она там делает моей коже коже она ничего не делает как это ни чего это чисто расслабляется она не влияет на какие морщинки серьезно я только сижу с ней да мышечного мышечного напряжения оно больше на напряжение работает как мне интересное я думала что оно еще еще на assignments то есть какой-то освежающий выравнивающий эффект анти эйдж и та далее нет она ничего не делает так я тогда снимаю то есть ты хочешь что сидела как дура просто расслаблялась Да. Прекрасно. Хорошо. Я не могу снять. Ну, значит, сиди в маске. Я пока сижу. Сиди в маске. Ну что ж, я думаю, что мы смело на этом можем закончить наш выпуск. Маски у нас, кстати, закончились. Ты сиди в своей маске и расслабляйся. В общем, спасибо вам большое за то, что смотрели наше очередное безобразие, которое мы сегодня устроили в прямом эфире почти что. Божечки-кошечки, это потрясающе. Ты выглядишь просто божественно сейчас. Да, я знаю. Просто это. Следующий наш выпуск с Максимом, кстати, тоже планируется совсем скоро. И мы решили еще раз устроить некий, ну не совсем батл на самом деле, в этом случае мы не будем состязаться. Но мы решили обменяться нашими косметичечками. Косметичечками. Подходом и правильным нанесением косметики, там, консилерами и чего там еще. А ты будешь краситься как дилетант без ручка. Да, обожаю. Вот так вот. В общем, на этом мы сегодня заканчиваем. Всем желаю доброго дня и до скорой встречи. Пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok